Добрый день! Мы с подачей нашего начальника Роборома Коэна решили снять здесь сюжет в больнице Шарыцедок по тому же радостному поводу, как и у него мы здесь были на прошлой неделе и появилось несколько идей, связанных с больницей Шарыцедок о которых можно рассказать на нашем блоге и первая идея, о которой мы хотели бы с вами поделиться это та идея, на которой Робопром закончил свой блог а именно «Азхара ле Коэни», вы здесь видите это такой плакатик, который говорит, что есть предупреждение для Коэнов что такое за предупреждение для Коэнов и зачем Коэнов, собственно говоря, нужно предупреждать о чем их здесь предупреждают в больнице дело в том, что в Таре есть закон вы знаете, да, что Коээн то есть все мужские потомки Аарона Акоэна не имеют права по закону Тора находиться с мертвым человеком хотя бы в одном помещении сколько есть такое понятие, как Оэль, шатер и если мертвый человек находится в одном помещении то нечистота мертвого тела распространяется во всем этом помещении и все люди, предметы, которые способны принимать духовную чистоту они ее принимают теперь Коэн всегда должен находиться в состоянии духовной чистоты более того, даже если он находится в состоянии духовной чистоты уже слегка находится в состоянии духовной нечистоты если он добавляет нечистоту духовную к своему состоянию это все равно запрещено. Поэтому, несмотря на то, что наши куаним, они все духовно нечисты сейчас, все равно им нельзя заходить в это помещение, в котором находится морг, и в котором находятся умершие люди. И поэтому здесь есть такая вот табличка. Табличка «Осгорали куаним», она означает, что здесь, сейчас в больнице есть кто-то, кто, к сожалению, умер. И все то время, пока тело не заберут из больницы, здесь будет табличка, которая предупреждает о том, что куаним не имеют права сюда пройти. И это первый момент. Это, я думаю, не много больниц в мире, а, наверное, вот эти больницы Шар-и-Цеды в Иерусалиме, больницы Адас-Инкары, больницы Май-Ней-Шуа, все эти больницы, они, больницы, связанные с законом, с Аллахой, и они предупреждают куаним о вот этих вот нюансах. Но тут, на самом деле, очень интересно, потому что вот этот вот огромный балкон напоминает мне историю, которая рассказывает трактат Супа, что женщины куаном, которые были замужем с закоинами, специально приходили рожать мальчиков для того, чтобы выполнять запах красной коровы. И мы, это перекликается. Вот так, вот этот амбуланс, он обычно, вот эти амбулансы, они обычно ввозят тела к местам захоронения, к местам, где хевракадиша обрабатывает тело перед, делает и тайра, тахрихы, да, это умывает тело, одевается специальный саван, то есть об этом обычно вот эти амбулансы их увозят. Так вот, связывая это с нашим блогом о красной корове, мы говорим, что специально привозили мальчиков рожать в чистоте, вот в такие бетонные помещения для того, чтобы там они не принимали духовную ненаскоту и могли бы выполнить заповедь красной коровы во всех самых, значит, нюансах. Это был вопрос Дови Длеви-Жерезнякова на нашем предыдущем блоге. Может быть, мы разовьем эту тему в комментариях, посмотрим. Но смысл такой, что вот они приходили для того, чтобы родить ребенка, который бы никогда в жизни не дотронулся до чистоты, до нечистоты мертвого тела. Спасибо большое. До свидания.